Как и любой продажный блогер, конечно, я стараюсь говорить только хорошее. Но у этого две причины. Во-первых, я пытаюсь найти для вас такие часы, где количество интересных особенностей перевешивало бы. Во-вторых, мы не хвалим вслепую. Мы действительно стараемся находить какие-то детали, нюансы, которые не бросаются в глаза сразу. То есть буквально мы трактуем часы, а не делаем обзоры. Безусловно, если у часов есть недостатки, то первым об этом узнаете не вы. Сначала я обсуждаю это с производителем или дилером, если часы присылают. Но в одном, можете быть уверены, ни один сценарий на этом канале не был предварительно согласован. Ни одного предпросмотра за два года никто не видел. То есть финальный ролик мы смотрим все вместе в одно время. И вот незадача. В августе мне понадобились часы Дэниэль Клейн. Точнее, захотелось про них рассказать, и я бы даже и купил, если бы они не были в списке щедрости от Ултайма. Да вот беда. Часы оказались не идеальны. Я снял пару фоток, предупредил, что умолчать тут вряд ли выйдет. И знаете что? Ултайм сказал – делай. Очевидно, канал небольшой, опасений минимум, но должен отметить в любом случае, что остальные у Ултайма не только часы. Добрый день. Начинаем разговор о турецком часовом искусстве. Дэниэль Клейн мне понадобился неспроста. Это часы, которые должны показать, как мы сильно зазнались и отгородились от реальности. Как вы знаете, у меня есть небольшой сайтик, там есть разные заметки, подборки, и одна из них про Дэниэль Клейн. Так вот, на следующий же день после публикации эта статья стала самой популярной страницей сайта. То есть это бренд, который ищут, хотят узнать о нем больше, которым интересуются систематически. Причем поразительно, что порой хотят узнать люди. Вот мы, когда интересуемся часами, мы уточняем что-то сложное. Какой там запас хода? А сколько там камней? Колебаний? Какие-то, в общем, часовые подробности. А знаете, что интересует людей? Двигается ли солнышко? И это, вероятно, один из критериев выбора часов. Так что считаю, что мы должны ответить на этот вопрос. Да, солнышко тут двигается, конечно. Потому что в этих часах реализовано так называемое усложнение день-ночь. Бренд Daniel Klein на самом деле интереснее, чем может показаться на первый взгляд. Это часы с турецкой пропиской. Кажется, одни из двух, которые официально присутствуют в России. И бренды закреплены за двумя крупнейшими мультибрендовыми бутиками. Несомненно, широкому кругу пользователей бренд знаком по кварцевым часам. И здесь требуется замечание. Позиционируется Klein как фэшн-бренд, как бренд аксессуаров. Помимо часов, широкой линейкой бижутерии. И сами часы долгое время можно было характеризовать аналогичным образом. И сейчас нередко. Это часы по цене браслета. Понятно, что тут не обошлось без роликса и адемара. Но значительная часть ассортимента это и собственный дизайн. Современный, местами интересный. А если бренд и заглядывается на другие часы, то они зачастую не из мира высокого часового искусства, а из мира высокой моды. Это гуччи, дизель, что-то одно на Коран, а то и однофамильца Кельвина. И я в этом вижу не еще один абы какой сумбурный бренд, а все же бренд с четкой последовательной позицией на рынке. А значит тут есть о чем поговорить и что обсудить. И вот однажды, хоть это и странно, но, видимо, неизбежно, Дэниэль Клейн пришел в часы. И отсечка этому как раз и стала вот такая механика. Можно критиковать за сам шаг, дескать, зачем им это вообще. Можно критиковать за выбор механизма. Но он скорее подчинен общей идее стиля и красоты, а за идею критиковать уже нельзя. Но все же мы начнем именно с механики. Данный калибр хоть и имеет номер, но по номеру этому не находится. На некоторых сайтах бренда он вообще значится как японская без камней, но я думаю, что тут просто достался шаблон от кварца. Сомнений нет. Это китайские механические часы, а сам механизм в том или ином виде довольно популярен и встречается в разных часах. Мы знаем о нем немного, и, пожалуй, можем вычислить лишь частоту полуколебаний 21600, а также определить то, что стоп-секундой он не обладает. Отделки как таковой тут скорее нет, но все же он и не совсем базовый. Обратим внимание на название коллекции «Скелетон», и оно-то как раз досталось часам от калибра непосредственно. Пусть вас не смущает Open Heart, тут действительно нет ошибки. Судя по всему, данная версия механизма разработана именно для часов «Скелетон». Он довольно обнажен, так что он уже в любом случае красивее аналогичного базового. Точность, которую дает приложение «Тоскани» хронометрическая, конечно, но понятная, а минусы отделки как раз и скрыты по-умному Open Heart. Так что здесь стилистическое чутье Дэниэль Клейн проявилось. Со внешней стороны часы смотрятся. Субъективно кажется, что верхняя стрелка тут лишняя, ведь 6 часов или 18 часов мы как раз и должны определять по солнышку и луне, но я думаю, что пока Дэниэль Клейн просто не рискует вмешиваться в чужую механику. С торца поначалу кажется, что ничего необычного вас не ждет, ведь это часы-заложники калибра, но мне бросилось в глаза несколько особенностей, которые все же ощущаются авторскими. Обратим внимание на ромбовидные метки часов и вспомним, что мы имеем дело с часами, где хоть простенькое, но все же астрономическое усложнение. И вот, следуя за ними глазом, по циферблату, не начинает ли вам казаться, что это небольшие солнечные лучики? При этом же размер меток подобран и под стрелки, и мы видим, что при совпадении стрелка словно удлиняется, что тоже весьма оригинально, и такие мелочи все же помогают смотреть на часы с интересом. Да, мы не будем ждать от часов за 6000 рублей откровений, но и говорить, что они совершенно нейтральные, вроде уже как-то глупо. Без огрехов не обошлось, и макро-взглядом вы заметите, что ключевой, именно астрономический циферблат, слегка смещен и не отцентрован. Но если бы не моя дотошность именно по части деталей, думаю, что мы бы об этом и не узнали, потому что в глаза это, в принципе, не бросается. Что же любопытно отметить, что как бы мы механику-то не хоронили, а кварцевые часы в механику идут. И, видимо, это важная имиджевая история. Но и с фэшн-прошлом Даниэль Флейн, как видите, не порвал. Обратите внимание, что часы закреплены тут на одном из самых культовых браслетов. Юбилейн. Корпус 43 мм. Металл с IP. Стекло минеральное, защита от воды 50 метров. Подписывайтесь. До скорого.